МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании Гомель, в студии праце Марина Джалая. Глядите у этого выпуска. Выборчий процесс в развитии. Сегодня завершилось формирование круговых выборчих комиссий. Великая будовля. На Гомельшине полностью выканано задание по будовнести жилья. Хэлп ми. Молодый гомельский вынаходник распрацавал приладу для экстренного выклику худкой допамоги. 45 годов у радости гомельский державный цирк отцветковал день нараджения. На этом тыдне распочнется первый этап выборчих процессу. Улучшение кандидатов у депутатов мясцовых советов. А вот улучшение представников у состава круговых выборчих комиссий уже завершилось. Пытания об их формировании сегодня обмярковали на суместном посередине президиума Аблсовета и Аблвыконкама. Разглежено 716 кандидатур. При этом уличывались деловые и особистые якости претендентов. По каждой кандидатуре отбылось рейтинговое голосование. Дарыши своих представников, округовая комиссия вылучили 6 политических партий, 18 наибольшь политично активных областных громадских объединений. Иншые способы вылучшения от прационных коллективов и шляхом сбору подписов. По выниках посяжения сформировано 60 круговых комиссий. Кожные в составе 11 человек. Нагадаем, выборы призначены на 18 лютого 2018 года. Вылучшение кандидата у депутата распашнется 10 снежня и протягнется по 8 студене. На Гомельшине полностью выконано задание по буддавництве жилья. До конца года эксплуатацию будет увидено около 445 тысяч квадратных метров, что прикладно на 14% больше запланованного. Проекты сучасного буддавництва и попыт на новые квартиры материал Олега Сенсюрова. Ситуация, когда буддавники не могли знайсти покупников на отводимое жилье, застается в минулом. Сегодня только у Гомеля квартиры пропонуют как минимум 5 специализованных предприемств, и на отсутность заказов никто не скаржится. Иншая справа, что для того, как выдержать конкуренцию, буддавникам приходится постоянно приобщать якость и скарчать термины работ. За одночасовым снижением кошту жилья, когда еще годов 7, там 1 квадратный метр у Гомеля каштавал около 800, а у некоторых домах кида 900 долларов у эквиваленте, зараз это лишь бы снизился прикладно на 20%. Экономить на квартире, наверное, это было бы неправильно, потому что разница между двухкомнатной и трехкомнатной квартирой в действительности, в пересчете квадратных метров, не очень существенна. Конечно же, всем хотелось бы жить в более просторной, светлой квартире, поэтому повторюсь еще раз, для каждого человека здесь индивидуальный подход. Двухкомнатная и трехкомнатная – это в приоритете выбирает покупатель. Снижение цен на жилье и большая доступность банковских кредитов привели до повышения покупательской сдольности, и, как следствие, на вот конкуренции сирот населенства, у новом доме по улице Мазурова, сдача, якого запланована на этот месяц, все квартиры были проданы на всего за 4 годины. Это саправды сучасное жилье. Для створения больше беспечных умов для проживания, тут на вот предуглежена система вида назирания, с мягчимостью проглядыв записов любым же хором на властном телефоне и компьютеры. В осень, саправдный попыт, не поспели люди заселиться и остатковать на васселье, как на стенах уже объявы, куплю двухпокаявую квартиру в вашем доме, и кошт, дарычи, вельми привалды. Як чекается, сегодняшний план будовництва жилья будет 391 тысячу квадратных метров. На Гомичине будет перевыканано не дина 14%, это дае подставу указать об мягчимости нарушивания магодных сил и в наступном годе. При достатково значной колькости пропонуемых архитектурно-планировочных решений, сирот опочных новинок, домы с так зваными вентилеванными фасадами, которые надают будинкам особливую пригожость и створяют у квартирых повышенный комфорт. Вентилеванный фасад представляет собой трёхслойную конструкцию, несущую часть стены, утеплитель и декоративную часть. Между декоративной частью и утеплителем находится воздушный зазор, который позволяет его прослушивать, а также слушать дополнительную термоизоляцию. Алексей Теров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Дарыш, обмерковать питание будовництва и продажу жилья с керавництвом Гомельского дома-будовничного комбината можно будет на праканце тыдня. В этой теме будет присвеченный эфир программы «Деалог» у пятницу, 8-го снежня. Долучайтесь, номер телефона у студии 340-043. Протягиваем выпуск. Обстановка на дорогах региона ускладняется. Да и поведомляя больше, как про 70 ДТЗ за трое суток. У их вынеков 8 человек отрымали целесное пошкоджение и 5 разогинули. У субботу в Рохачевском районе 58-годовый водитель ауто «Фольксвахен-Пасад» при сустрешном разъезде с неустановленным транспортным сродком сбил 66-годового велосипедиста. От отрыманных травм он помер на месте. У гомеля унош на неделю 29-годовый водитель автомобиля «Лексус» у районе скрышевания в улице Советской Рохачевской на переходе насмерть завил 33-годового пешехода. И буйная авара отбылась учора у день у Житковицким районе. Водитель автомобиля «Мерседес» не справился с керованием, выехал на полосу сустречного руху. Машина съехала у кювет и сутыкнулася с древом, после чего перекулилася. Водитель и пассажиров выкинула за автомобиля. У вынеку ДТЗ двое молодых людей 99-го и 98-го года ународжения загинули на месяце, третьего доставили у районную больницу. День, не приходящий у притомность, он помер. Як меркуется, за рулем знаходился уладальник ауто 99-го года ународжения, який не имел право. Все молодые люди з'являлись уже хорами вёске Альшаны Брыцкой в области. Обставины и причины ДТЗ высветляются. В связи со складанными умовами надворья, да и просить усих удельников дорожного руху быть уважливыми и осторожными на дорозе. Дорога, по передних прогнозах, первая декада снежни на Гомельшине чекается довольно сырою неустойливой. Формировать надворья будут фронтальные разделы. Як поведомили областным гидрометцентры, на протягу первой половы тыдня у регионе будя переважна воблашна с прояснениями. Чекаются короткорчасовые опадки в выгляде дажу, снегу и мокрого снегу. Могчимы гололед на дорогах гололедится. Пары вы ветру будут складать 5-10 местами до 14 метров за секунду. Слубки термометра у ночи максимально опустятся до минус 6 градусов. У день уздымутся до 5 со знаком плюс. У другой половы тыдня характер на дворе на Гомельшине, естественно, не изменится. Так само чекаются даже и мокрый снег. Слубки термометров покажут у ночи от минус 3 до плюс 2, у день от 0 до плюс 5 градусов. До инших тем выпуску. Перспективная и шматгранная сфера, о которой можно и треба зараблять. Об тем, как притягнуть замежный капитал у туристичную инфраструктуру Гомельской области шла размова под час круглого стола у ГДУ имя Франциска Скарины. У мероприемстве приняли удел студенты и выкладчики ВНУ, а так само представники туристичных компаний и управление спорту и туризму Аблавы Канкама. С початку года в область зарабила на гостях из инших краин больше за 11,5 миллионов долларов. И это далеко не мяжа. Замежный капитал присутниче у туристичной сферы нашего региона. Частей за все у гостиничном бизнесе. При этом зараз у Гомельской области худкими темпами развивается сельский туризм. В агросадебах отпочивают уже не только россияне, украинцы и гости из Прибалтики. Подолжается и час пребывания гостей. Великий потенциал у промыслового, спортивного и исторического туризма. И тут чекают приходу замежных инвесторов. У нас есть огромный потенциал. В Гомельской области интересна сегодня туристам. Мы видим сегодня по потокам, которые приезжают к нам иностранцев в том числе. Поэтому если в этой игре будет еще и участвовать иностранный капитал, это будет замечательно. Не выпадково круглый стол проходил во университете. Младым и талиновитым зараз и в будущем створать имидж краины. А значит и ее привабность для туристов и инвесторов. В Гомельске державный цирк отцветковал черговую юбилейную дату. 45 годов тому одним из самых любимых местов культурного отпадшинка Жихарова гостей Гомеля отбылося первое представление. На урочистости приехали коллеги сябрыс Беларуси, России и Украины. На святе побывали и наши корреспонденты. Гостей, саправды, было вельми шмат. И от кожных для коллектива Гомельского цирка и его керавництва прагучали приемные и теплые словы. Многих с этим местом связывают самые дорогие успомин и дятинства. Моя бабушка работала в цирке, была главным полномочным про распространение билета, потом главным кассиром. И поэтому цирк для меня, сколько я себя помню, столько я смотрел все представления на газетке, на ступеньках. Я считаю, что это лучший цирк на постсоветском пространстве. Такую думку потребляет и директор брандского цирка Виталь Воробьев. До этой посады он был акробатом-вольтежером, дрессировщиком, керавником множества оригинальных номеров. И не раз выступал на рынке гомельского цирка. Тебя встречают, ну вот, вот душа радуется. Хочется быть рядом с этими людьми, разговаривать, общаться, вспоминать, говорить о добром. Здесь очень много родилось того, чего цирку во многих, во многих цирках этого просто еще не хватает. Он по советским временам и по теперешним временам он как был один из лучших, так и остается. Особливая успомина связывают с гомельским цирком и старшиню гомельского городского совета депутата Ивана Бородинчика. Миновитого года открыться цирка в 1972 году и он скончил школу и приехал поступать в один из гомельских университетов и бачил самое первое представление. Мы все гордимся нашим цирком и пусть цирк развивается. Пускай здесь интереснейшие еще и дальше проходят спектакли, пускай приезжают сюда самые известные в мире трупы, мы рады будем всегда их встречать. Эпоха информатизации, празмерная колькость гаджетов, махчимость убачить уличенные мгнения и все, что бывает у света, надзвучие худки темп життя. Не каждый может вылучшить час и мая необходность у наведывания объектов культуры. Але отримать глубокую осолоду от мастатства можно только особисто, коли действие отбывается на отлеглости вытягнутой руки, как у цирку. Есть такие высокие вещи, как музыка, искусство, литература, живопись, цирк, которые никогда не умрут. Они будут жить вечно, пока существует цивилизация. Что до истории гумельского цирка, то у его летопису свыше 10 тысяч представлений, на которых побывали каля 15,5 миллионов глядачов. На арену выходили артисты из всех континентов, а сам цирк за этот час отримал великое множество дипломов и узнагородов. Восемь человек у нас награждены самой высшей наградой Министерства культуры почетным знаком за вклад в развитие культуры Беларуси. Три человека имеют государственные награды. Цирк по итогам работы за прошлый год получил специальную премию из рук президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко за вклад в развитие циркового искусства. Мы трижды заносились на доску почета области. По итогам работы за прошлый год занесены на республиканскую доску почета. У свой юбилей Гумельский цирк его кераумисты и коллектив отримали и новые грамоты и удячности. И не только областного аллея республиканского узроуни, а легалонная гэта оценка глядача. Мы уже пятый раз очень нравится, особенно там, где животные выступают, прям в восторге. Какие номера больше всего ждешь животных или акробатов или клоунов животных? Мы постоянно ходим в традиции. А поколь цирк запрашая на новое новогоднее представление, а кроме атмосферы зимовой каски керамництва рыхтует сюрприз. Гэта уникальный номер, який перед показом на фестивале у Монта-Карло убачить только гумельская публика. Марина Джалая, Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, Толяраду, компания «Гумель». Портативную приладу для автоматичного выклика ухудкой допомоги распрацовал студент Гумельского державного машинобудовничного колледжа Максим Кирьянов. Яго проект представлены на городском отборочном этапе республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Вынаходництво оценила Ганна Каральчук. Автономная портативная прилада «Хелпми» представлена в выгляде браслету. Яна сочет зажитевыми покажечками человека в разных ситуациях, дозволяя фиксовать раптовные непритомности, приступы астмы, проблемы с сердцем и психичные расстройства. Автономно вызначаются такие параметры как пульс, температура и насыщение крови кислородом. В выпадку их резкой смены прилада автоматично при допомозе мобильной сувязи и интернету, связывается с экстренными службами або отправляя сигнал родным. Максим Кирьянов рассказывает, что идея появилась после того, как он сам тратил притомность. Но основная метовая аудитория – пожилые и одинокие люди. Как раз на этих выходных случилась неприятная ситуация. Основные переваги прилады перед аналогами я и низкий кошт. Прикладно 50 рублей и значный час работы без перезарадки. До 32-х годин. А кроме того, будучи выпускник колледжа, зараз працует с большинными распроцовщиками. Другокурсники колледжа Виолетта Жлоба и Алексей Клеменцев задумались над проблемой бездомных живел и створили разумный ошейник, приладу, которая в интерактивном режиме сможет показать, где находится годованец. Оно будет каждые 30 секунд отправлять сигнал. На смартфонах мы создали программу, в которой есть две кнопки поиск и история, то есть в истории будут показаны наши, когда мы искали животное, наш путь к нему, а в поиске будут отображаться координаты. Это более дешевый модуль ошейника, то есть в нем установлен более дешевый модуль процессора. Он позволяет снизить конечную стоимость устройства до 40 белорусских рублей. Тем самым позволяет его сделать более доступным для хозяев, а также запустить продукт на белорусский рынок. 19-го Снежне лепшие проекты юных распроцовщиков з усей в области будут представлены на областном этапе конкурсу «100 идей для Беларуси». Ганна Корольчук и Гармарышченко телерадокомпания «Гомель». Выратовальники на театральных подмостках. У областным драматичным театра отбылась премьера постановки с уделом супрацовников МНС. Все лето Министерство по надзвычайных ситуациях реализовало новый цекавый проект. Конкурс на лепший музычный спектакль аутрами и актерами якого станут пожарные выратовальники. Идею поднимало Министерство культуры. Мэта проект в новой неординарной форме навучать населенство правилам безопасности житсадейности. У конкурсе приняли удел усе районные городские подразделения. Лепшей постановкой признаны спектакль «Паулинка» або про правилы пожарной безпеки с белорусским колоритом. Гэта сумесная творшая работа представников Рогачёва, выратовальников и Народного театра городского дома культуры. У основе сценария знакомит пьеса Янки Купалы. «Паулинка» это легендарное произведение Янки Купалы, которое очень близко нашим людям. И мы решили, что выступая на различных мероприятиях, нам самое главное это чтобы люди нас понимали, им было интересно нас видеть и слушать. Так как это наше народное, мы решили привязать наши правила безопасности именно в эту постановку. У постановце переплетаются каханья, гумор, белорусский колорит и правила пожарной безопасности. Спектакль будет цікав глядачам разного взрослого. У худким часом его смогут убачить и жихары и других районов Гомельщины. Гэты и иншие новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфиры спортивный огляд. З новинами спорту вас познайомить Максим Савин.